а здрасьте всем друзья привет уленьки сегодня у нас вышло новое кто-то может сказать что это dlc для фермы но это мод официальный от разработчиков но все равно это просто мод не знаю как правильно перевести на русский язык наверно пак чрезвычайных ситуаций не знаю честно говоря зачем это надо но давайте во первых на это посмотрим я честно говоря подобные моды встречал и для прошлых ферм но к фермам не имеет вроде как никакого отношения может быть я свое мнение поменяю и может быть я даже буду с этим играть давайте посмотрим загрузить это все дело можно прямо из мод хаба и хороший вопрос где в какой это а вот в игровом процессе она находится emergency pack уже куча чейндж логов столько верфи вроде сегодня только вышло и столько уже новых версий судя по скриншотам официальный да если его искать в поиске то это единственное выпадает который есть но давайте его установим 203 мегабайта он весит ну смотка во благо скачивается все как правило довольно быстро ну и давайте посмотрим что это такое интересно это просто карта новая нет это не карта соответственно это просто модик который добавляется в вашу уже начатую карьеру давайте вот то что у меня сейчас происходит мы этот модик и добавим посмотрим карьеру которую я сейчас играю посмотрим для начала если какие-нибудь настройки настроек никаких вроде как нету они есть смотрите максимальный интервал сообщений вот здесь настройках есть максимальный интервал сообщений 10 минут и 4 часа видимо если 10 минут у каждые 10 минут будет срабатывать пейджер пейджер активирован включена хорошо давайте еще посмотрим настройки если кимить клавиши переключить сценарий control он переключить сигнальные маячки control home включить выключить сирену control keypad 1 переключить тон сирены включить выключить сирену 2 интересное кино но видимо для всего этого дела нам нужна какая-то техника что в общем то этот мод делает добавляет сценарий каких-то чрезвычайных ситуаций соответственно если мы вот здесь вот зайдем в технику которая добавляется с модом мы видим бензопилу видимо новая а может и не новая две вот таких пожарные машинки катушка для рукавов катушка используется для транспортировки пожарных рукавов тележка предназначена только для украшения понятно и транспортировочная тележка в общем то это все просто для украшения блин а я в трейлере видел что чел берет кусачки какие-то и выговаривает из машинки какую-то тетю там бмв разбитая была потому что ну правильно самая часто бьющаяся машина наверно так вот чрезвычайные ситуации видимо какие-то пожары дтп на карту добавляет и нужно будет периодически есть все это дело там я не знаю тушить первая машинка используется ликвидации всех видов пожаров и других чрезвычайных ситуаций а вторая машинка оснащена распылительным стволом на крыше для еще более эффективной тушение пожара вот так и написано более эффективное тушение а с помощью цепной пилы можно валить деревья если кто вдруг не знал короче говоря вот такая вот машинка это у нас man есть специальная раскраска желтенькая его можно перекрасить из дорожного красного ярко-красный мне кстати больше нравится ярко-красный но и цвет обода ладно стандартно но давайте купим тогда и вторую тоже купим тут у нас есть дизайн лесоводства добавляет такие вот рамы номерной знак сверху или снизу можно поставить тоже самое специальная раскраска то же самое ярко красный или дорожный красный цвет дизайна черный а вот этого прикольнее мне кажется но и цвет обода но и давайте вот эту штуку мы тоже купим просто посмотрим на них со всех сторон но машинки в общем то прикольные мне больше нравится кота которая поменьше потому что я люблю машинки в принципе поменьше в салоне разумеется они прорисованы хорошо тут ничего и говорить кучу всяких кнопочек рации мониторчик какой-то я думаю с маном будет примерно та же самая история ну да то же самое только man с двигателем от мана и типичным звуком от мана пойдет у control у начать сценарий бздэнь у нас чрезвычайные ситуации сообщение о разливе нефтепродуктов на дороге мы отметили для вас место сверху появилась какой-то шкала прогресса давайте искать на карте это место я его хоть убейте не вижу возможно это вот она моргает здесь но поехали туда давайте сирену что ли включим нет а про блесковые маячки про блесковые маячки надо включать отдельно сирену друзья извините я выключу она меня прямо раздражает хотя у нее же тон меняется о боже вот это кстати зато слышно издалека если вы меня слышали сейчас короче извините но нахер сирену но поехали посмотрим что нам там приготовили я вроде как запомнил место на карте но подъезжаем и к месту посмотрим что у нас тут случилось м здравствуйте вот они разлиты бензинчик точнее даже больше на масло похоже ну допустим я сюда приехал и у нас стало немножко прогресса здесь нам наверное надо развернуть пожарный автомобиль еще вот эта штука выдвигается это похоже на фонарь какой-то да да это фонарь ты ярко светит кстати но и что надо делать вот тупому человеку как я почему нигде не написано прогресс мне видимо засчитался потому что сюда приехал да я друзья вообще не вижу ничего что здесь можно делать но можно видимо посвятить на это место чтобы хорошо было видно вот штуки кстати можно разворачивать поворачивать ну давайте повернемся в мою прям хорошо видели что здесь что-то разлили может я что-то не купил бензопила здесь вряд ли поможет тележка это тоже вряд ли поможет вот эта тележка тоже вряд ли поможет давайте купим все просто посмотрим а в эту штуку можно сесть это понимаю просто типа возить да на функцию нее никаких вообще нет а я знаете что нашел смотрите ручной инструмент разместить икону с маркера вокруг объекта ну давайте ставим здесь конус тогда видимо вот здесь вот мы ставим конус но и вот здесь мы ставим конус и больше у нас инструментов никаких ручных нету dul и но в теории это как бы надо бы помыть дай он на этой штуке нет вот этого никакого больше управления ничего не происходит слава давайте мы сюда приедем на другой машинке может быть что-то получится на ней тут есть такая штука как активировать breadth поинг на крыше давайте мы его активируем а пожарный автомобиль не развернут разворачиваем и нажимаем активировать начинает поливаться гениально все на геймпаде тоже кнопочка есть control у закончить сценарий это типа всегда вручную надо так делать до захотел позаниматься ерундой нажал на кнопочку тебя поступил вызов на самом деле было бы прикольно если бы это в рандомном порядке но скорее всего это в рандомном порядке и должно быть так здравствуйте этой же штукой можно как-то управлять этой штукой можно управлять я вроде как риот на эту всю штуку но ничего не происходит есть идея мне кажется в справке должно быть что-нибудь написано по этому поводу введение о чем сразу справку не полез погрузитесь в мир пожарной команды с пакетом emergency pack и освоить операции тушения пожара до спасения жертв несчастных случаев и многого другого для этого вашего распоряжения два оригинальных автомобиля компании шлингман извините если не прочитал существует два способа запустить операцию вручную на в одиночной игре операции можно начинать непосредственно с транспортных средств вместимых с emergency pack помощью отображаемой комбинации клавиш если вы установили размещаемый триггер для операции вы можете использовать его для запуска операции как в одиночной так и многопользовательской игре операции также могут запускаться автоматически случайным образом чтобы настроить время или включить или выключить автоматической операции вы можете изменить соответствующие значения настройках да это мы уже нашли если вы хотите получать информацию о шагах действий во время операции включите опцию информационный триггер в настройках выбор операции также описан в главе операции какой-то информационный триггер здесь был видимо подсказки но давайте включим подсказки хорошо ничего не изменилось погнали читать справку дальше но это та функция которая на скриншоте если что но я никаких подсказок не вижу ладно транспортное средство включенные в пакет оснащены типичной системой синих проблесковых маячков для машин и экстренных служб и оранжевым задним проблесковым маячком для обеспечения безопасности дорожного движения синий свет включается как стандартные проблесковые маячки для включения задних проблесков маячков назначить сочетание клавиш настройках помимо проблесковых маячков автомобили также оснащены сиреной с различными звуковыми последовательностями есть две звуковые группы которыми можно управлять отдельно первая комбинация клавиш активирует или деактивирует сирену вторая комбинация клавиш изменяет воспроизводимый в данный момент звук понятно вам не хватает конкретного пожарного автомобиля или вы хотели бы создать собственную операцию emergency pack предлагает вам возможность создавать и загружать свои собственные транспортные средства и миссии а также доступно множество на машин экстренной помощи от сообщества у вас есть вопросы или вам нужна поддержка тогда загляните в нашу домашнюю страницу дискорд на самом деле даже на стиме было написано что мододелом все карты в руки делайте новые сценарии и все такое и такс операции начинаются в разных местах почти на каждой карте включая карты из модов операция может начаться если на карте есть предпосылки для соответствующей операции предпосылками являются например пути для трафика а и или свойства полей какая миссия будет следующий зависит от случайности только если вы находитесь в непосредственной близости от места операции можете получить инструменты необходимые для работы в ходе операции пожары могут произойти на полях или вблизи объектов разгрузки чтобы успешно справиться с пожаром подъезжайте к месту происшествия на своей пожарной машине и выберите бронспойт для тушения пожара альтернативно вы можете использовать бронспойт на крыше тлф-300 3000 простить ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия несколько сложнее когда вы приедете вы видите спасательный тент на котором найдете необходимые инструменты он послушать отправной точкой для отдельных шагов таких как блокирование движения фиксации освобождение и спасение пожарную команду также вызывают когда дерево падает на дорогу для успешного завершения операции дерево необходимо срубить и вывести из района проведения работ с каждым разрезом индикатор на выполнение немного опускается так как необходимо удалить еще один кусок дерева как только кусок дерева будет удален из зоны операции индикатор выполнения немного перейдет вперед чтобы защитить участников дорожного движения от аварий окружающей среды опасных веществ необходимо удалять нефтяные пятна пожарная команда отвечает за спасение не только людей но и животных иногда кошка уже не может самостоятельно спуститься с дерева ее приходится спасать тупое пушистое животное такие инструменты как лестница и транспортировочные ящики можно взять пожарные автомобили когда вы стоите рядом я понял значит нам надо взять какую-то хреновину из машин наверное из этой машины я не вижу никаких подсказок вы видите и кнопок дополнительных я тоже никаких не вижу ни на клаве около машины какой-то инструмент взять чем не удалить пятно на только конусы есть разместите конус маркера вокруг объекта мне кажется это есть подсказка потом будет а я не не доставил один конус нанесите масло связующее вещество на разлив нефтепродуктов в все стало более-менее получаться да на обычным песком здесь посыпается то как правило вообще крайне мере у нас в армухе было именно так миссия выполнена сильная штука это масло связующее существо 74 евро доход по контрактам черта мы же разбогатеем хорошо как мне от этой штуки сейчас здесь избавиться миссия закончилась ладно закончить сценарий день уверен что хотите остановить миссию нет я не уверен но я ее сделал мне заплатили денег видимо тогда я уверен да мне она все еще зла отлично давайте начнем новую тогда у нас чрезвычайной ситуации сообщение об автомобильной аварии мы отметили для вас место направить к месту отмеченного на карте поедем на этой машинке не знаю почему мне хочется именно на ней и так ищем это самое место вот она я его нашел 52 поле полетели домой почти приехали все нормально у нас тут автомобильная авария черт отлично меня заблокировалась полностью управление я не смог ничего прочитать так здравствуйте мы приехали вас спасать да что за бы бы не здесь лежит такая видимо эту девочку надо будет отсюда достать прям по шагам все видимо расписано для для меня то что куда надо как как вот это вот взять а там не расскажет сейчас кнопка смены инструмента подсказкой диспетического пункта разместите дорожные конусы вокруг места проведения операции то я смог взять но давайте вот здесь поставим конус вот здесь поставим конус здесь поставим конус вот здесь поставим конус и вот здесь поставим конус этого мало да видимо и какое-то определенное количество штук и надо разместить возьмите следующий инструмент спасательного тента как его отсюда взять а на него надо просто наступить я понял установить удерживающую колодку к объекту она видимо под колеса ставится а здесь даже маркеры стоят отлично начата она как то не сильно ставится может надо присесть знали что есть функция присесть в этой игре я вот ей никогда не пользовался он не устанавливается я нажимаю на кнопку но она не хочет ладно возьмем мышку эти если мышкой играешь что подсказок нету на геймпаде было непонятно девушка вы не переживайте сейчас я тут я просто знаете меня первый рабочий день я не знаю что делать его прикольная я ума не приложу как это поставить ладно берем клавиатуру мы присаживаемся и она устанавливается какой но я это на геймпаде сделал той кнопкой которая была написана скорее всего это делается кнопкой мыши да отлично я все сделал да надо друзья просто наступить на этот инструмент и тогда он возьмется я так понимаю нам нужно выломать дверь о боже а все мы дверь выломали и заднюю тоже даешь можно достать чё началось то все двери мы выломали спасите водителя ну давай спасем девчулю положим ее в лежащее положение и все выполнено отличная спасательная операция все где девчуля непонятно но ладно ну тогда завершаем миссию и у нас все исчезает ну давайте посмотрим туда еще может быть что-то новенькое будет опять автомобильная авария черт идет сохранение материалов игры у меня стоит авто сейф я свою карьеру начал обычно откатимся потом не проблема так у нас около седьмого поля вся эта история находится ну ладно погнали туда в теории в экстренной ситуации таким пожарным машинка можно же по полям ездить правильно я думаю никто ругаться не будет у нас там экстренная ситуация если что ну а вот это бмв из ролика про которую я говорил и так здравствуйте в общем то насколько я понимаю здесь абсолютно все то же самое размещаем конусы да их просто шесть штук надо разместить пофиг где берем вот эти вот противооткатные упоры ставим 1 чё приходится присаживаться ставим 2 ставим 3 ух ты тут прям треш как бы ни где не написано конечно это бмв я думаю тут как бы это понятно на месте бмв я бы предъяву бы то сделал и так выламываем одну дверь готова выламывая заднюю непонятно зачем он кстати похоже этот расшибся я бы еще что-нибудь выломал здесь до правая тоже обязательно не понимая зачем мы левые двери выламывали во первых вот эти двери можно просто открыть было все равно этим же будем доставать так вот это кстати что-то новенькое допустим все таки срезать крышу видимо мы там уже срезали до маркер сипа было зеленая давай зеленая тоже готова наверно еще где-то спереди надо на а стойки вот эти ну ладно левую наверно тоже имеет смысл тихо стой и кто здесь эти двери набросал перейти двери отсюда не мешают мне ладно так чувак осторожнее вы сейчас может быть больно понятно и просто по очереди надо делать все минус крыша куда-то я не срезал кстати стойку ну ладно ну и все спасаем водителя как тут к нему подойти то все миссии выполнен отлично спицы понятно но даже немножечко по разнообразнее это все получилось 783 евро ух ты ну ладно ну что давайте еще одну мы получили сообщение от обеспокоенного гражданина окошки на дереве мы отметили для вас место но тут в принципе можно не торопиться на том же самом месте где мы уже были эти друзья мне впадло туда ехать поэтому поедем вот на этой машинке бронспорт там тем более не нужен там ничего не горит охренеть у нас в поле выросло дерево просто гениальный план поместите лестницу рядом с деревом вот она наша лестница мы ее вот так помещаем рядом с деревом возьмите следующий инструмент из автомобиля никакого инструмента нету и я поблизости не вижу что что-то лежало и больше нравится что в поле выросло дерево это прям отличный план ну что кошак я вроде к нему залез но снять его отсюда не могу к машине подошел инструмент появился переноска кошачьи появилась черт друзья знаете что она понятно это друзья надо на скриншот по-любому на обложку наверно ладно вряд ли это на обложку буду использовать и так с кошак давай все миссия выполнена 633 евро из какого бюджета эти деньги были выплачены за спасение кошки какой смысл еще одна кошка на дереве черт настое поле мне интересно кто готов вообще заплатить за спасение кошки с дерева такие деньги ладно поедем с мигалками потому что по фэншую у этого кстати сирен то не включаются слава богу наверное черт опять дерево в пилис как вы на клавиатурах играете вообще рулить вообще невозможно опять внезапно выросло дерево прикольно вот это прям угарно ну что привет кошак меня больше не нравится ты подъезжаешь к этому маркеру и власть тут это подсказкой которая полностью блокирует тебе управление где кошка то кстати та же самая кошка видимо она настолько тупая что как только где-то вырастает дерево внезапно она сразу же на него залазит ладно давайте следующую автомобильная авария не хочу упавшие деревья на улице вот это поехали посмотрим это что-то новенькое есть подозрение что мне понадобится бензопила носил сразу купим я вот только хоть убить и не вижу маркер а вот нашел уж извините туда не поеду мне прям лень внезапно вообще дерево упало причем с такой стороны как она сюда упала как она сюда попала вообще непонятно разместите дорожные конусы вокруг места проведения операции но давайте разместим вот здесь конус поставим вот здесь конус поставим найти вот здесь конус поставим вот здесь конус поставим и вот здесь конус поставим и вот здесь конус поставим этого видимо хватит нужно просто его попилить ну давайте просто попилим дуб длиной 16 метров распилили ведь еще на более маленькую часть хороший вопрос что с этим всем добром делать надо еще на более мелкие куски пилить просто эта полоса прогресса наоборот уходит назад там что было написано справки что она будет уходить назад предмет слишком тяжелый смысле слишком тяжелые все нормально куда его деть его нужно просто с дороги убрать мы уберем что целиком дерево отсюда убрать чет как-то не сработало до для успешного завершения операции дерево необходимо срубить и вывести из района проведения работ с каждым разрезом индикатор выполнения немного опускается так как необходимо удалить еще один кусок дерево как только кусок дерево будет удаленной зоны операции индикатор выполнения немного перейдет вперед уме что нихрена но не перешло вперед как далеко надо нести давайте побольше кусок какой-нибудь возьмем видимо за пределы конусов да они же за пределами конусов да просто далеко относишь все понятное дело что по фэншую это надо куда-то прям далеко нести и на более мелкие кусочки это все делить типа с дороги убрал и норм путем миссия выполнена вот с настоящий лесоруб вот отличный перевод понятно ладно так сообщение об автомобильной аварии о сообщено о пожаре в поле горит один или несколько тюков соломы мы отметили для вас место в поле горят тюки где в каком поле в двадцатом поле но погнали тушить тюки а тут видимо мы разворачиваем bronze point так уж пламени не нужен вообще ни разу подъехать вплотную что он считал что ты приехал включаем bronze point как этой штуку управлять правой кнопкой мыши удерживая о пошло вроде тушится да да прогресс начал идти а можно этот маркер как-нибудь убрать пожалуйста убрался но это конечно пусть горит мне же обложка тоже нужно ладно обложку потом сделаем все тушим а еще можно кстати выйти ладно на следующий посмотрим все миссию останавливаем за это уже 5000 дали кошка на дереве не интересно горящий штабель поддонов это уже поинтереснее его горят поддоны они слабо горят честно говоря может просто бомжи здесь костер вот у нас есть еще такая вот штука соответственно вот такой штукой можем это все тоже потушить и она все тушится спасибо что потушили пожар еще 5000 пожары кстати имеет место быть не так уж и мало денег за них дают еще один горячий штабель поддонов это мы видели дерево на улице мы видели тюки соломы горят мы видели в поле горит один или несколько это тоже мы видели разливе нефти продуктов на мы видели в общем то видимо тут и все не на обложку надо какой пожар правильно вот как раз тюки шестьдесят первое поле поле с травой там к откуда-то солома взялась один тюк горит но сейчас точно надо на обложку то снимается в чем мы с вами сделаем обложку не думаю такая вот пойдет короче говоря вот такие вот миссии у нас тут добавляются друзья ну черканите в комментариях вообще как вам это самое мод этот и не знаю будете ли вы его все ставить будете ли вы в это играть личного мнения знаете лет на один раз вот так вот ради обзора на так смысла в этом но я честно говоря особо не вижу опять-таки самое главное что по поводу сценариев и техники все карты в руки мододелов поэтому может быть когда-нибудь появится что-то прям супер годная и кто-то сделать какой-нибудь супер мод в котором будут прям как какая-то реальная интересная хреновина я не удивлюсь даже если какая-нибудь супер карта появится посвященная чисто вот эти вот всем мероприятиям и может быть в это даже прикольно будет поиграть так лично мое мнение да вы в комментариях напишите свое мне будет прямо интересно кому вот интересно будет играть на этом общем то все лайки комментарии приветствуются если не подписаны на канал то подписывайтесь спонсором на пусть и огромнейшее спасибо за поддержку но и всем спасибо за просмотр с вами был никита дилай всем пока пока